Добрый вечер! В эфире новости на Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот главные темы к этому часу. Представители городской администрации, архитекторы и члены общественной палаты обсудили возможность внесения поправок в правила землепользования и застройки Барнаула. Подробности в нашем материале. В Краевом министерстве образования и науки выбрали претендентов на право получения единовременной выплаты в рамках программы «Земский учитель». Смотрите далее. Почта России выпустила 100 тысяч конвертов с логотипом второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каное. Сегодня состоялась торжественная церемония спецгашения. Подробности в сюжете моих коллег. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с общественным советом по вопросам молодежной политики и обсудил реализацию всероссийской акции «Мы вместе». Система поддержки добровольчества, которой мы уже несколько лет занимаемся достаточно целенаправленно, сегодня выработана достаточно разносторонняя и в этой связи устойчивая. И в период пандемии коронавируса этот факт тоже нашел подтверждение в рамках работы наших волонтерских организаций, реализации различных волонтерских акций. Спасибо еще раз всем, кто в этом принял самое активное участие. Напомним, региональный штаб акции «Мы вместе» был открыт 20 марта 2020 года на базе Алтайского центра развития добровольчества. В акции приняло участие свыше 6 тысяч волонтеров, которые оказали помощь более чем 40 тысячам человек. Также на заседании подвели итоги конкурса по федеральным и краевым грантам. В прошлом году Алтайский край стал вторым среди регионов Сибири по количеству заявок на получение грантов. Всего было поддержано 42 проекта на общую сумму больше 35 миллионов рублей. На заседании со своими проектами выступили победители конкурса. В этом интервью проект мы рассказываем о ярких личностях Алтайского края, которые никуда не уехали из региона и реализуют себя здесь. Здесь есть такая яркая проблема оттока молодежи, которую мы полтора года назад заметили и подумали сами, почему не мотивировать молодежь и жителей Алтайского края такими яркими примерами, и показывать на примерах плюсах и минусах города, мотивах того, что человек здесь остается, и историю успеха. Продолжаем снимать дальше. Больше 450 миллионов рублей направили в 2020 году в Алтайском крае на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сегодня на заседании правительства региона сообщила заместитель министра социальной защиты края Юлия Ковалева. В Алтайском крае почти 180 тысяч инвалидов. Работы по адаптации для их удобства проведены в 14 учреждениях образования, 9 железнодорожных и 2 автовокзалах, а также в аэропорту. В 2020 году на реализацию мероприятий было направлено 430 миллионов 100 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 100%. В текущем году будет направлено 431 миллиона рублей 400 тысяч. В 2020 жители края с ограниченными возможностями здоровья также получили более 6,5 миллионов технических средств реабилитации на сумму свыше 400 миллионов рублей. Предоставление средств реабилитации это достаточно непростой процесс, тоже возникают определенные риски. Риски это связаны и с длительностью процедур закупок, не поставкой товаров, либо поставкой несоответствующих товаров, ну и тоже неисполнение заявок, поступивших в конце года. Поэтому с сентября текущего года планируется запуск совершенно нового механизма обеспечения лиц с инвалидностью с помощью электронного сертификата. С помощью электронного сертификата инвалиды или их представители смогут не тратить время на ожидания и самостоятельно приобретать технические средства реабилитации. И продолжаем выпуск. Жители Барнаула опасаются за судьбу частного сектора. Они требуют вернуть ему прежнюю функциональную зону индивидуальной жилой застройки вместо установленной многоэтажной. Руководители городской администрации, архитекторы, члены общественной палаты города, а также местные депутаты обсудили возможность изменения правил землепользования и застройки за круглым столом и попытались ответить на возмущение горожан. Участники круглого стола согласились с горожанами и подчеркнули необходимость пересмотра генерального плана города. Аккумулируем сейчас предложения и по сути уже так вот неформально участвуем в формировании предложений для будущего генплана. Мы жителям объясняем, что это достаточно долгий процесс, но у нас рабочая группа носит не номинальный характер. Мы надеемся, что что-то в каком-то конструктиве будет принято. Они также отметили, что причин для паники нет. Частный сектор застраивать никто не планирует. Застраивать эти территории сегодня многоквартирными домами нет? Ну, конечно. Конечно, что? Ну, конечно, нет. Вот ответить на учет. Нет таких планов? Нет, таких планов нет. Таких планов нет. Поэтому это все абсолютно вымышленные какие-то совершенно темы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Член общественной палаты Валид Газиев объяснил, застройщики финансово не готовы выкупать жилье у жителей города. Приведу один пример. Вот при расселении там восьмиквартирного дома, все удобства на улице и печное топливо 25 квадратных метров пришлось отдать 9 миллионов денег. Надо доносить до людей каким-то образом, что никто там расселять, тем более насильно расселять. Я думаю, сегодня ни один инвестор нет желаний и нет финансовых возможностей. Основная проблема, по мнению участников круглого стола, что с людьми не устраивают разъяснительную работу. Барнаульцы попросту не понимают, что конкретно меняется в главном градостроительном документе. Это они и пытаются изменить. А теперь к другим темам. В Алтайском крае заканчивается период нереста. Каждый день инспекторы Алтайского отдела Росрыболовства задерживают браконьеров на реках и озерах. Они зафиксировали уже больше 130 административных и 10 уголовных правонарушений. Как проходят их рейды, узнала моя коллега Анна Москаленко. В дневное время суток браконьеров мало. Они орудуют в основном по вечерам. Алексей Чучубашев работает госинспектором в Алтайском отделе Росрыболовства третий год. За это время он поймал около 350 нарушителей. Причем, как вспоминает, большинство как раз в темное время суток. Признается, часто приходится хитрить. На Кислухинских лугах сейчас вода разлилась, и непосредственно большая лодка туда не может зайти тяжело. А браконьеры плавают на резиновой лодке в 50 метрах. Я их призывал к ответственности подплыть ко мне. Ни в какую. Вот они по лугам плавают рядом со мной и не подплывают ко мне. И я к ним дойти не могу. Ну вот они уплыли на луга дальше. Я уехал на русло, подождал их немножко, усыпил их неумдительность. И потом через некоторое время вернулся, когда они уже подплывали к дому. За полтора часа рейда никаких нарушений инспектор не обнаружил. Алексей объяснил. В идеале такие рабочие поездки длятся по несколько суток. Но можно и ускорить охоту. У госинспекторов есть такое приспособление. В простонародье называется кошка. Потому что у нее здесь своеобразные коготки. На маленькой скорости катер плывет. Мы запускаем ее в воду. И на вот эти крючки ловятся сети. Сетное орудие лова является бичом браконьерства. Ведем просветительские работы. Вот у нас была неделя без сетей. С 10 по 16 мая. Вели просветительскую работу с рыбаками. О том, что сети являются браконьерскими снастями. Но все равно ничего не помогает. А это так называемые браконьерские коридоры. Рыбаки специально вырубают деревья, чтобы незаметно закреплять там запрещенные орудия лова. Вот у нас выявлена бесхозная сеть китайского производственного из лески. Здесь вот с грузиками она все по технологии поставлена. Опа, брызги. Браконьерам, которые оставили эту сеть, у лова сегодня не видать. А тут, между прочим, 12 карасей. Сети инспектор уничтожил, а рыбу отпустил. Также заметил, мертвую рыбу обычно сжигают. В этом случае браконьер избежал административной ответственности. Добавлю лишь, что за такие правонарушения предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Павловск обустраивают территорию у пруда. На площадке уложат брусчатку, установят скамьи, фонари, оборудуют пешеходный тротуар. Также на набережной установят арт-объект, солнечные часы и декоративную решетку «Свадебные кольца». Общая стоимость работ составит 3 миллиона рублей. Средства выделены из федерального и краевого бюджетов. Завершение работ по благоустройству запланировано на конец июня. В Министерстве образования и науки Алтайского края выбрали 39 претендентов на право получения единовременной выплаты в рамках программы «Земский учитель» в этом году. В список вошли 17 жителей Алтайского края, а также претенденты из соседних регионов страны. Среди участников – учителя начальных классов, русского языка и литературы, иностранного языка, истории и общества знания. Самому молодому преподавателю 23 года, а самому опытному – 53. В конкурсе приняла участие выпускница Алтайского педуниверситета этого года. До 15 июня претенденты должны приехать в выбранную школу и предоставить подтверждение об участии в программе. Итоговый список победителей утвердят 1 августа. Почта России выпустила 100 тысяч конвертов с логотипом второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня состоялась торжественная церемония спецгашения конверта. Тему продолжит Юлия Шеламова. Гашением называют проставление оттиска почтового штемпеля на знак почтовой оплаты. Например, поверх наклеенной марки. Специальное же гашение организуют в честь исторических событий и памятных дат. Для Барнаула и всего Алтайского края таким событием стал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Наш регион на соревнованиях представляет Александр Дьяченко. Фотография спортсмена попала на все конверты, транспортные карты и баннеры, выпущенные к соревнованиям. Очень рад, потому что меня разместили на открытках, на баннерах. Везде очень здорово, поддержка чувствуется. И я рад. На соревнования в краевую столицу прибыли спортсмены из 57 стран. Конечно, надо говорить, надо популяризировать. Для ребятишек, те, которые придут в спорт, это социальный спортивный лифт. Соответственно, ну и радость болельщиков. Сегодня так город украшен. Лично я, как житель Барнаула, помню, что в последний раз так были украшены города 1 мая 1991 года. Больше город так не украшался ни под одно мероприятие за все 30 лет. Это вот я, как житель города, могу авторитетно сказать. Но это здорово, это прекрасно поднимает настроение. Любой желающий житель или гость Барнаула сможет поставить оттиск уникального почтового штемпеля на любую филателлическую продукцию. Штемпель будет доступен с 19 по 23 мая в почтовом отделении по адресу проспект Ленина, 54. Анна Алымова, Юлия Шеламова, Сергей Балуев. Новости. Теперь к новостям культуры. 10 новых выставок открылись в Барнауле. Это живопись, фотография и декоративно-прикладное искусство. Где и что можно увидеть ценителям искусства, расскажет моя коллега Юлия Шеламова. В художественном музее открылось сразу три новые выставки. Одна из них, арт-биография, посвящена 70-летию художника Николая Менгалеева. Автор много путешествует и отражает новый опыт своих полотнах. «Кощеево царство» – персональная выставка юной барнаульской художницы Аллы Кощеевой. Ее работу нашли зрители благодаря социальному проекту «Мы равны», который представляет произведения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Ко дню 800-летия со дня рождения князя Александра Невского сотрудники музея подготовили небольшую тематическую экспозицию из предметов конца 17-го – начала 20-го века. Это иконы и награды, созданные в честь полководца. Две новые экспозиции можно увидеть в павильоне современного искусства «Открытое небо». Это собрание произведений декоративно-прикладного искусства, созданных 17 известными мастерами Алтайского края. И еще один социальный проект «Удивительный мир вокруг». Он показывает работу ученицы Гуляевской гимназии с синдромом Дауна – Чеплыгиной Варвары. Три экспозиции открылись в галерее изобразительного искусства «Республика ИЗО». Это живопись Николая Буданова, собранная из разных частных коллекций. В белом зале галереи представлены макроснимки фотографа Ольги Головиной. А в последнем зале – еще одна персональная фотовыставка – воспоминания Дениса Калинина. В арт-галерее «Бандероль» художники показали то, что обычно скрыто от зрительских глаз. Они представили выставку под названием «Подмалевок». Этот жанр – скорее вариант эскиза в живописи, без проработки деталей. Юлия Шеламова, Алексей Шаульский, Сергей Балуев. Новости. Наш телеканал проведет прямую трансляцию второго этапа Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ. Финалы олимпийской квалификации 21 мая в 14.00. Кубковые финалы на 9 дистанциях 22 мая в 12.30. А также финалы 8 дистанции 23 мая в 12.30. И на этом я с вами прощаюсь. Студия была Анастасия Борисова. Анастасия Борисова.